Здравствуйте! Попросили рассказать про нейронные сети, а именно о том, как мы их используем в своей работе. Для начала, думаю, стоит сказать, что вообще могут делать нейронные сети. Итак, нейронные сети могут делать следующее. Могут обнаруживать объекты на видео или на изображениях. Они могут заниматься сегментацией, то есть обработкой, опять же таки, изображения с подкрашиванием определенного места, содержащего объект. Допустим, это сейчас используется в медицине, то есть рентгеновый снимок загоняется в нейронную сеть. Она пишет, что вот здесь, допустим, пневмония или здесь трещина в какой-либо кости. Делают они это лучше, чем врачи живые, поскольку они фактически попиксельно анализируют изображение. Человеку это труднодоступно и, в принципе, трудозатратно. Машина делает это быстро и качественно. Нейронные сети могут оптимизировать процессы, маршруты, погрузку и так далее. Нейронные сети могут генерировать. Генерировать изображения, которые сейчас наполнен интернет, они научились достаточно давно. Но они также могут переносить стиль изображения на другое изображение. Если вы готовы освоить фреймворк PyTorch и язык программирования Python, вы можете даже сделать это вручную. Автоматически вы можете это делать в приложении таком, как Picasso, допустим, которое первое появилось с этой технологией переноса стилей на изображение. Что они еще могут оптимизировать? В общем, много чего они еще могут. На самом деле мы используем в своей работе нейронные сети в основном для текстов. Мы генерируем тексты, допустим, какие-либо публикации, которые идут в социальные сети или публикации, которые идут в прессу. Я, честно говоря, иногда генерирую. Да, после этого приходится их дописывать, ну, как бы, во-первых, проверить, соответствует ли это жизненным обстоятельствам написано. Во-вторых, стоит, ну, все-таки прикладывать ум, пока они не настолько совершенно, чтобы задавать готовые публикации для прессы. Вот. Для социальных сетей генерируются посты, для социальных сетей мы генерируем графику. Если посмотреть нашу группу ВКонтакте, все анимешные изображения мы сгенерировали. Последняя генерация изображения для поста. Получилась девушка с тремя руками, но ничего, она выглядит вполне прилично. У нее две правые руки. Не все замечают, кстати, так ловко она пририсовала третью руку, нейронная сеть, что, в общем, практически как и надо. Сейчас я, допустим, выложил чат-бота на языковой модели чат GPT. Он работает в Telegram и в нашей группе ВКонтакте. В разделе сообщения, значит, отвечает наша нейронная сеть. Штука вышла достаточно удачная, поскольку мы туда загрузили свой промпт, то есть фактически дообучили чат GPT под своей целью. И сейчас этот нейроассистент считает, что он девушка Мария, которая имеет опыт судебной работы в качестве адвоката и, соответственно, консультирует у нас население и вполне сносно с этим справляется. То есть вопрос, как обратиться в суд, какие документы нужно подавать в суд, наш ассистент ответит в течение минуты. Что, в принципе, значительно лучше, чем человек. Поэтому я считаю, такая технология допустима и в том числе для юридической работы. Вот все эти штуки вы можете самостоятельно попробовать. Ссылки будут под видео. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.